Доброе утро! Весна, пора генеральных уборок. Сегодня будем разбираться, как не только правильно мыть пластиковые окна, но и ухаживать за ними, чтобы они радовали вас как можно дольше. Мытье окон лучше всего начинать с пластиковой рамы, затем перейти на внутренние части и только в конце очистить стекло. Мытье рамы производим с помощью мягкой тряпки и не сильного мыльного раствора. Теперь приступаем к самому сложному, но и интересному, моем внутреннюю часть. Вы только посмотрите, сколько за зиму грязи здесь скопилось, особенно вот здесь, на нижней части. Наверное, ни одно мытье пластиковых окон не обходится без ватных палочек. Все отверстия, выемки тоже необходимо прочистить. Вот это вот одна из самых частых причин неплотного закрытия окон. Внизу рамы вы увидите небольшие отверстия, это дренажные отверстия, их необходимо очистить от мусора. В противном случае окна зимой будут потеть. Также не забываем про фурнитуру. Поворачиваем в разные положения и промываем. Только в режим проветривания окно не ставьте, а то оно может упасть вам на голову. И не забываем про уплотнительные резинки. Их тоже нужно хорошо вымыть, иначе окна будут неплотно закрываться. Мыть стекла можно традиционным образом с помощью тряпки и мыльной воды, либо же использовать специальную швабру и специальное средство, как вам удобно. С помощью небольшого усилия оттираем сложное загрязнение. Капли, грязь. Убрать лишнюю воду со стекла можно с помощью скребка. Делать это нужно плотно приложив скребок под углом 45 градусов. После каждого раза скребок необходимо очищать сухой бумажной салфеткой, чтобы не было разводов. Мы окно помыли, теперь приводим в порядок его механизмы. Смажем фурнитуру. Чтобы окна меньше скрипели и потели, такую тщательную уборку необходимо проводить два раза в год, осенью и весной. А я желаю вам хорошего дня и прекрасного настроения.